Привет, народ! Привет всем! Сегодня у нас снова будет распаковка фильмов. Так уж получилось, что у меня опять насобирались фильмы, и я их хочу распаковать. Закуп игр будет через неделю. Я надеюсь, что будет через неделю, потому что, как вы знаете, там нужно записывать геймплей. Это занимает очень много времени. Ну да ладно. Сегодня у нас, как я и сказал, будут, конечно же, фильмы. Вы видите их все на экране. И мало того, скажу вам, что сегодня не просто будут фильмы, а русские фильмы. То есть, такого у меня еще на канале не было, и я решил такое сделать. Как вы знаете, я смотрю все фильмы. То есть, я смотрю японские, американские, китайские, корейские, русские. Смотрю все подряд. Я также, как и в игровой индустрии, то есть, расширяю свой, я не знаю, горизонт, кругозор, как хотите это называете. И я люблю все смотреть и во все играть. Потому что именно так вы сможете ознакомиться с более-менее хорошими фильмами, хорошими играми. Ну, вы понимаете, о чем я. Так вот, русские фильмы, я не скажу, что они мне нравятся. Потому что, если вы меня спросите, например, 50% из всех русских фильмов, которые я смотрел, мне не понравились. Но в то же время 50% более-менее понравились. То есть, я не смотрю какие-то, я не знаю, сериалы, типа, знаете, вот эти телевизионные русские, я их терпеть не могу. Или не смотрю вот эти вот фильмы, которые были сделаны для телевидения. То есть, такое мне вообще не нравится. Я смотрю исключительно такие более-менее, знаете. И самое первое, на что я всегда обращаю внимание в русских фильмах или, не дай бог, русских сериалах, это, конечно же, актерское мастерство, так называемое. То есть, актеры, 99% всех людей, которых я вижу в фильмах, они не умеют играть. Такое ощущение, что они не заканчивали какую-то школу, я не знаю, актерского мастерства или еще что-то. Я сразу русского актера замечаю отовсюду. Но единственное могу отметить одного русского актера, который мне действительно нравится. Это, к сожалению, я забыл, как его звать. Вот так, да, ребята. Машков, я не помню его имя, но, по-моему, Андрей Машков, по-моему, который снимался в фильме, например, Охота на пиранью. Обожаю этого чувака. И, к сожалению, ребята, может так получиться, что он может быть не русский, а он может быть какой-то славян там или еще откуда. Я не знаю. Но, по-моему, Машков это русский актер. И вот он единственный из всех, мне очень-очень сильно нравится. И, ребята, да, как я уже и сказал, сегодня будут только русские фильмы, которые выходили у нас на Blu-ray в Германии. Их, конечно же, выходит громадное количество. Но в этом видео я решил, знаете, оцентровать внимание на военные фильмы и на фантастику. И да, я прекрасно понимаю, что в этих фильмах, может быть, как и клюква, как и пропаганда, как и еще что-то такое, знаете, ребятки, все могу понять. Я смотрю фильм сугубо с целью расслабиться. То есть, понимаете, фильмы для меня это развлечение, интертеймент, также игры. Я никакой смысловой нагрузки в них не несу, особенно вот в таких вот фильмах. Так что, ребята, не надо писать, пожалуйста, что, о, набрал какой-то клюквы, шляпы, кто собирает русские фильмы. Ребята, я смотрю и играю во все. Надеюсь, вам будет интересно. Давайте не будем все отодвигать в далекий ящик. Начнем распаковочку. И начать, ребята, я бы хотел с фильма, который в Германии завоевал уже статус культа. Фильм называется «Иди и смотри» 1985 года производства. С просто обалденным чуваком. Я не помню, опять, к сожалению, его имя, но, по-моему, его фамилия Кравченко. Я не помню, как я уже сказал, к сожалению, как его называют. Но он здесь просто потрясающий. Этот фильм, как я уже и сказал, завоевал статус культа не только в Германии, еще и в других странах. Он, насколько я знаю, в 1985 году был на 7 лет под замками. Его нельзя было распространять, его нельзя было показывать. Но потом каким-то образом он все-таки появился в свет. И только месяц назад он вышел на Blu-ray у нас. Круто! Так вот, ребятки, о чем идет речь? В этом фильме вот этот вот пацанчик, он все хочет, знаете, на войну. Он хочет воевать, он хочет, ну, вы понимаете, вот этот детский пыл. И он лазит по каким-то, я не знаю, то ли какие-то свалки, то ли еще что-то. Короче, где-то он лазит и ищет себе ствол. И в один прекрасный момент он его все-таки находит. Он находит, и с этим стволом он хочет идти на войну. Его, конечно, там куда-то не берут. Потом каким-то образом получается, что он все-таки эту войну видит. И эта война просто его жизнь меняет на, я не знаю, или разворачивает на 180 градусов. Он видит всю эту жестокость, он видит всю вот эту военную тематику. И происходит так, что он за короткое время просто становится старым каким-то, знаете. Он сам-то молодой, но он выглядит как старый дед. Я не знаю, как это описать. Это мне очень интересно самому будет посмотреть, что это такое. В 2017 году, ребята, этот фильм завоевал еще лучший реставрированный фильм на иностранном языке. То есть, Венедик. Я не знаю, как Венедик переводится по-русски. Венеция, по-моему. Так вот, там они в 2017 году вот эти вот делали, я не знаю, какую-то сходку вот этих вот, я не знаю, кинолюбителей. И вот этот фильм, как я уже и сказал, завоевал первое место, как самый лучший реставрированный фильм. И, как вы видите, что у нас здесь такое? У нас непонятная какая-то, как вам сказать, вот эта вот обертка. И самое интересное, что эта обертка нифига не похожа на Blu-ray, а как будто DVD. И у нас вот эта вот фирма, вот эта вот... А, кстати, режиссер, как вы можете здесь посмотреть, Элем Климов. Так вот, вот это вот, именно вот это вот, я не знаю, как сказать, вот эта контора занимается тем, что она выпускает фильмы на Blu-ray, которые или уже культами стали, или становятся культами, или были когда-то запрещены, или еще что-то. Очень интересно, и я не знаю, как подобраться к вот этой... к самому диску, я не знаю, как его открывать. И здесь, кстати, смотрите, номер написанный. Номер, сейчас, если мне получится вам показать, номер 37, Dropout 37. То есть, я не знаю, сколько их всего, но вроде бы на Амазоне я видел несколько фильмов, не только российские, но и всякие разные. И вот сейчас я смотрю, как бы туда добраться, ребятки, вы не представляете. Давайте вот здесь надрежем, аккуратненько. Да, вот здесь вот аккуратненько надрежем. Чтобы, знаете, ничего не поломать, не поэтовать, не охота. Откроем, и уже потом будем смотреть, что да как. Так, да, опять я, ребята, может быть, вам покажусь какой-то это, но я только что встал и думаю, надо записать распаковочку. И вы знаете, первый раз, когда я держу в руках вот такую вот, я не знаю, как это сказать, обертку, которая не Blu-ray формата, она немножко больше. И она очень приятно лежит в руках, очень приятная полиграфия, я не знаю, прям действительно круто. У нас здесь, опять же, я вам повторюсь, все названия на немецком языке. И здесь у нас даже, смотрите, говорят или напоминают о Мосфильме. Видите, да, вон она, статуя свободы, вон с серпом и молотом. Круто. Так, и вот так вот это дело делается. Кстати, пока мы это дело делается, я вам не показал еще даже заднюю сторону. Вы посмотрите. И да, фильм, да, показывает здесь вот эту реальность военную. Говорят, очень жестокий фильм, очень, он не настолько жестокий, а сколько он, знаете, показывает вот эти вот именно будни, вот этих вот военных дней. Страшно, очень страшно. Но, ребятки, нужно будет это все посмотреть. У нас формат 1.33 к 1, то есть черными балками слева и справа. И из языков у нас здесь русский, LPCM и только субтитры на немецком языке. Фильмец идет 143 минуты, 24 кадра, анкад. То есть полностью все как надо. Опять у нас здесь надпись Мосфильм, тыры-пыры. И вот так вот. Опа, вот он сам, товарищ, как бы его звали, Кравченко. И там у нас ничего больше нет. Окей, вот такой вот подкассетничек. И да, вот такой вот у нас, как сказать, фронт-арт. Я вижу этого пацанчика и мне его становится жалко. Куда ж ты полез, парень, куда ж ты полез? Опять у нас. Ух ты. Кстати, прикольно. Именно взяты из кино вот эти фрагменты. Это, видать, какая-то, может быть, я не знаю, какая-то знаменитая актриса. Ну, без понятия. Опа. И вот так вот оно все здесь. Вы посмотрите, как просто красиво. Чем-то вот этот арт мне напоминает, знаете, корейские фильмы, японские. Там тоже все такое оригинальное. Не так, как все стандартные фильмы сделаны. Так как здесь много черного цвета, вы полностью арт, я думаю, не увидите. Ну, вы понимаете, о чем я тут хочу вам здесь показать. У нас здесь есть дисочек. Это у нас сам Blu-ray, скорее всего, и Making of. Давайте глянем еще, что у нас здесь за книженция. Вы посмотрите, какая здоровенная книженция. Это что? Это нам показывают человека с камерой, идущего по болотам. Это круто. Ребята, может быть, здесь будут спойлеры. Так что, скорее всего, я вам советую, может быть, даже и не смотреть, что я вам сейчас здесь показываю. А то мало ли. Но, если вы не боитесь спойлеров. Да, как я и сказал, вот он ищет где-то на, я не знаю, на берегу на каком-то стволы, и он находит винтовку. Да, ребята, это, скорее всего, будет спойлер на спойлере. Вот в этой книжке. Но да ладно. Обалденные. Просто очень красивые фотографии. Вы не представляете. Нифига себе. Нифига. Вот он, Кравченко, орёт. Эй, люди, немцы в деревне, бегите. Нифига себе. Вы посмотрите. Не поймите меня неправильно, но очень красивые фрагменты. Именно вот эти вот, знаете, фотографии очень круто сделаны. То есть, показывают. Вот, например, вот эта фотография. Вы посмотрите. На самом переднем фоне у нас стоит такой размытый чувак, и мы видим всех остальных. То есть, красиво, очень красиво сделаны фотографии. Ой-ой-ой. Вот, видите, да, он какой-то то ли постарел, он то ли что, я не знаю. Вот этот чувак знакомый. О, коровка. О, Аист. Или кто, не знаю. Очень трудно передать словами, как красиво всё сделано. То есть, вот эти фотографии, это реально красотенечка. Такое ощущение, что эти фотографии, это не Blu-ray, а 4K формат. И вот, опять съёмочная группа, скорее всего. И вы посмотрите, какое у него офигенное приспособление уже в 85-м году было. Класс. Очень охота всё-таки глянуть этот фильм. Задний арт. Ребята, так как это культовый фильм считается, я вам буду его сейчас показывать полностью весь. Как он устроен, как здесь всё сделано. Избушка горит. Так. Некоторые, знаете, зашёл ещё, конечно же, на страницу, на известную страницу, где всем можно фильмы смотреть бесплатно. И стал про некоторые фильмы, которые я вам сегодня покажу, читать. Не то что рецензии, а мнение каких-то людей на тот или иной фильм. И знаете, наткнулся на очень много негатива. То есть, я не знаю, с чем это связано, но некоторые люди пишут, зачем такое снимать. Некоторые пишут, зачем такое смотреть. Некоторые пишут, до этого не было по правде. Другие пишут, а те никто не пишет, что это по правдишним событиям. Короче, я не знаю. Посмотрели фильм, не понравился, идём дальше. Посмотрел фильм, понравился. Ну, посоветуй ещё кому-нибудь его посмотреть, я не знаю. Кстати, да, бонусный диск у нас на DVD, как вы можете посмотреть. DVD, да. А фильмец у нас сам на Blu-ray. Вот он значит Blu-ray, и да, это Blu-ray. Кстати, прикольные такие волны, смотрите, да? Прикольно. На играх часто, на PlayStation 4 такое встречается. Иди и смотри, ребятки. Вот я и пойду и посмотрю, что ж это такое. Если понравится, если каким-то образом станет моей темой, то я начну, наверное, собирать все фильмы вот этой дроп-аута. Начну с первого, конечно же. И там, я не знаю, то ли японские, то ли корейские какие-то фильмы были, я посмотрел, которые действительно, ребята, там такая красота. То есть культ на культе. Будем смотреть. Ребята, ещё раз повторюсь, ничего не знаю об этом фильме. Никому не советую и не, знаете, как говорится, не принимаю такие комментарии, как зачем ты это купил, не смотри, это дрянь. Нет, ребята, просмотрено будет всё. Идём дальше. Следующий фильмец 2019 года под названием Кома. Речь идёт о каком-то архитекте, который после какой-то аварии попадает, в принципе, как и фильм называется, в кому. И оказывается, что Кома, вот именно вот это понятие, вот когда люди лежат в коме, не без движения, вот именно то пространство, куда они попадают, вот туда он попал. И что это вообще такое? Этот фильм, как некоторые пишут, это полностью слизанный с Inception. По мне, по барабану, посмотрю, составлю своё внимание. Что понравилось из, как вам сказать, из трейлера, очень прикольные спецэффекты. То есть, то, что спецэффекты здесь сделаны вполне нормально. Опять же, повторюсь, может быть, лажа полная, но будем смотреть. Этот фильм у нас издавался, к сожалению, только в... Как он называется? В... Как он называется? Слипкейс. Нет, как он называется? Стилбук, господи, уже даже забыл. Да, ребята, сегодня торможу по полному. Только что встал, думаю, надо сразу пилить видос. Так вот, он у нас сделанный вот в таком вот... Вот в таком вот... Стилбуке, как я уже и сказал, вроде бы есть ещё и стандартная версия. Вроде бы, я не знаю, но вот эта версия стоит у нас за 8 евро. То есть, вообще, без проблем я её взял. И, по-моему, по-моему, если я смотрел, то была стандартная версия, но её невозможно уже купить. Или распродано, или, я не знаю, или только приедет. Или уже уехала. Я думаю, короче, буду брать и всё. У меня есть место, где у меня лежат, знаете, так сказать, вот эти вот стилбуки. Думаю, чёрт с ним, главное посмотреть фильм, а стилбук уже опять в то место, в ту кучу закину и пусть лежит. Так вот, что у нас здесь такое? У нас здесь ещё есть техничка такая. Да, и вот, судя по всему, вот этот парень попадает в кому. И самое, что мне прикололо, вы посмотрите, вот эта вот героиня, я вам вроде говорю, что они все такие, знаете, несуразные актёры, не все вот именно 90% всех, кого я видел, но вот здесь вот на этом скрине вот эта девушка выглядит просто-напросто прикольно. Я не знаю, что-то в ней такое есть. И да, вот мы видим, как в коме, кома, да, вот в этом во сне, или как, соня наяву он, или что, я не знаю. Как вы видите, все дома вдруг в друга как-то врастают, какие-то непонятные сооружения перегибаются, ломаются. И, конечно же, он встречает в этой коме ещё и других людей, которые также лежат в коме, и оказывается, что они здесь не одни, а за ними ещё охотятся какие-то монстры или что. Не знаю, короче, это фантастика, ребята. Это фантастика, вы знаете, я обожаю фантастики. Так как её сейчас мало, будем смотреть эту. Так, у нас надпись, у нас здесь надпись «Оригинальное название кома. Россия, 2019 год». Из языков у нас, как всегда, ребята, оригинал, он в приоритете. То есть оригинал есть на любом диске, который вы бы не купили. Здесь у нас, конечно же, русский и немецкий в DTS HD Master Audio 5.1. 2.39, 111 минут и формат, не знаю, для чего нам это пишут, но вот нам пишут формат BD-50. Не знаю, для чего они это пишут, но да ладно. И да, ребята, как я уже и сказал, вот он, в принципе, этот стилбук. Мне стилбуки, вы знаете, абсолютно до фени. Что они есть, что их нету. Вот такой вот дисочек, кстати, прикольный дисочек. Чем-то, да, ребята, чем-то напоминает Inception, я не знаю. Но вот этот тип мне нравится с шатгоном, вы посмотрите. Я не знаю, что-то прикольное. И раз уж мы здесь, давайте еще глянем и на арт. У нас здесь девушка какая-то и мужичок какой-то, не знаю. Вот так это все выглядит. Стилбук. Ну, окей. И вот эту техничку, я даже не знаю, она сюда войдет. Да, она сюда войдет. Или она сюда войдет, или она сюда не войдет. Надеюсь, она сюда войдет. Да, она сюда входит кое-как, но нет. Нет, 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 ребята. Она не входит. И, судя по всему, мне нужно ее напополам еще сетовать. То есть мне вот это все, ну, понимаете, но здесь нет технической, технических характеристик. Ну, и, как говорится, нет так нет. Сюда вовнутрь ее запихиваю. Будем смотреть. Будем смотреть. Класс. Вот это, кстати, вот этот монстр, да, судя по всему, я его сейчас первый раз только увидел. Да, и они на него вот этот, я не знаю, охотятся. Вы посмотрите, вот этот с дробовиком, красавец, он мне нравится. И это, как всегда, чем выразительный персонаж на, я не знаю, на фотографиях, на скринах, тем тупее он в фильмах или неуклюже, или еще что-то. Будем смотреть, ребята. Будем смотреть. Кома, 2019 год. И, ребята, да, шедевр, не побоюсь этого слова, от моего любимого режиссера, в кавычках, конечно же, ирония, друзья, от Федора Бондарчука, фильм под названием «Притяжение». Да. Решил все-таки посмотреть, что это за фарш. Я не знаю, вроде бы Федору или Феде дают бабки, он их куда-то сливает, и у него фильмы то получаются, то не получаются. Последние фильмы, как я от него видел, были лажа полная, скажу вам честно. И один был более-менее, но он оказался немножечко то ли привранным, то ли еще что-то. Я говорю о рота, рота номер 9 или девятая рота. Да, кстати, у нас также есть на Blu-ray, хотел купить, но вот что-то помнится мне. Хороший фильм, но вот плохая то ли история, то ли еще что-то. Может быть, как-нибудь обязательно куплю. Снова у нас здесь, ребятки, как вы видите, Steelbook, опять же, история как с комой. Только Steelbook, понимаете? Ну, стандартной версии нету. И как я посмотрю, у нас здесь мало того, что обыкновенный фильм у нас, да, у нас тут два диска эдишн, у нас обыкновенный Blu-ray 2D и еще и Blu-ray 3D. То есть, ребята, за последние лет несколько это первый 3D диск, который я держу сейчас в руках. Кстати, этот фильм также у меня есть. И давайте сразу сначала посмотрим, что это вообще такое. И скажу вам честно, ребята, вот сейчас вот при вас, вот именно сейчас я смотрю, и я даже не знаю, о чем идет речь. Ага, короче, какой-то корабль космический падает, и все взрывается, и всем становится плохо. Будем смотреть, что такое. Кстати, я не знаю почему, но по-немецки он называется аттракцион, или аттракшн, я не знаю. Глянем. Так вот, что я опять же могу отметить, я посмотрел трейлер, и я прифигел от эффектов. Они обалденные, скажу вам честно, они обалденные. Может быть, Феддинга меня в этом фильме, я не знаю, знаете, покажет мне, что такое русский синематограф. Глянем. Здесь стилбук, он фигел на фильме. Так, этот стилбук содержит у нас фильм в 3D и 2D. Россия, надпись, как вы видите, однерочка, водород, или водород, фонд кино, и всякие надписи. Так, чтобы проиграть 3D-версию, вам нужен, конечно же, телевизор, и, ну, вы понимаете, то есть вам нужны девайсы, которые поддерживают 3D. Оригинальное название «Притяжение. Россия, 2017 год». Тон, DTS-HD Master Audio, то есть языки, конечно же, немецкий и Dolby Atmos русский. Кстати, смотрите, DTS-HD Master только на немецком, а Dolby Atmos на русском. Окей, 133 минуты, BD-50. Ну, ну что, круто, круто, круто. И теперь вот сам вот этот вот стилбук. Кстати, стилбук, как вы видите, выгравировенная надпись. К сожалению, до сих пор не научился выговаривать это слово, очень усложное для меня. Очень приятно, прикольно. Но, опять же, скажу, я не собираю такие вещи. Но вот когда держишь в руках, вроде бы прикольно. Как только видео заканчиваешь, кладешь его и думаешь, ё-моё, жалко, что не была или не купил стандартную версию. Вот такой вот у нас корешочек и задняя стеночка. Задняя стеночка, я не знаю, что это такое. То есть не спрашивайте меня, я вообще без понятия. То ли это, то ли это какой-то планета, то ли это какое-то, короче, не знаю. Так, у нас здесь книженцы, которые рекламируют фильмы. И всё вот это, да, всё, что вот здесь есть у меня, всё уже давно есть в коллекции. Книжка уходит, так как я книжки не собираю. И опять у нас здесь два диска. Первый диск, то есть, ребята, чтобы вы понимали, вот это всё покупается. То есть каждый фильм, который я вам сегодня показываю, он покупался за 8 евро. Кроме «Иди и смотри». «Иди и смотри», так как он новый и он считается, я не знаю, каким-то культом, я за него дал 22 евро. Но он так хорошо раскупается, что я думаю, нет, надо лучше брать. И он будет у меня в коллекции, я буду спокоен. Так что вот за этот я дал 22 евро. За остальные фильмы все по 8. 8 евро в нашем случае это считается, это даже не стандартная цена, это низкая цена. Ну а стандартная цена 10-12 евро. Так вот, у нас здесь просто обалденнейший диск. Я не знаю, как это вам передать. И, кстати, сегодня, ребята, у меня открыто ещё окно, потому что я сегодня снимаю днём. И я решил, чтобы и дневной свет был, и от лампы свет. Может быть, покажется, картинка немножко темноватая, потому что камера, когда слишком много света, она начинает темнить автоматически, знаете. Что-то типа HDR, знаете. Ну, короче, долго объяснять. Это у нас, судя по всему, да. Это диск у нас 3D-версия фильма. 3D-версия фильма уходит назад, или, можно сказать, взад. Так как 3D-версии я абсолютно у меня не в приоритете. У меня не поддерживает уже 4 года, как моему телевизору. Я его купил. Он был high-end на тот момент, но уже тогда он не поддерживал 3D. То есть, 3D у нас вообще не прижился. Фильмов 3D вы можете пересчитать на пальцах. Новые 3D-фильмы не выходят вообще. То есть, не то стало не то. И вот это вот 2D-версия фильма, да. Самое круто, самое круто. У нас теперь два диска. Потому что я немножечко, ребята, если честно, в глубине души думал и переживал, что у нас будет один диск и там будут две версии фильма. Нет. У нас два диска и две версии фильма. Опять мы сгибаем нашу техничку. В этот раз немножечко попрямее. И да, кстати, вы видите, там у нас опять какой-то арт. То ли там что-то летает, то ли что. Я, кстати, диск оттуда убрал и вам арт даже не показал. Да, какие-то самолеты. То есть, что-то прикольное, ребятки. Что-то, может быть, даже и прикольное. Так. Будем смотреть. Вот такой вот стилбучик. Стилбучик, если можно так сказать. Так. Да. Ну, окей. Как он называется? Он называется притяжение, да. Ну и чтоб, знаете, ребята, как говорится, далеко не бегать. Сразу же 2020 год. Федор Бондарчук снова и фильмец «Притяжение 2». Опять же, чтоб два раза не бегать. Сразу взял еще и вторую часть. Опять же, так уж получилось. Она у нас в стилбуке. И вообще, насколько я знаю, по-моему, ни второй, ни первой вообще нет в стандартном издании. Я не знаю, почему так они делают. То есть, они прекрасно понимают, что есть люди, кто не собирает стилбуки. Или как-то по-другому, знаете, негативно к ним относятся. Но нет, они все равно нам делают вот такие стилбуки. Так вот, стилбуки мы, конечно, сейчас посмотрим. И, в принципе, вторая часть, ребята, кстати, нам здесь рекламируют Кома. Интересно, да, получается? Так вот, вторая часть, это, в принципе, происходит, я не знаю, событие после двух лет, после того, как вот этот вот космический корабль упал на Землю. И в этой части люди начинают, чтобы, знаете, чтобы больше такого не повторилось, начинают, как всегда, изучать вот эту вот космическую технологию вот этих инопланетян. И опять что-то, как всегда, потому что второй части бы не было, идет как-то не по правилам, или не так, как хотели, или как представляли себе вот эти вот всякие ученые. И опять у нас проблема за проблемой, и опять начинается, и начинается война, стрельба. И снова же посмотрел трейлер. Ребята, графика, то есть эффекты на высшем уровне. Посмотрим, не дай бог, хотя, почему я так говорю, не дай бог. Вот, неужели мне, правда, Федя покажет, что такое фильмы, снятые с его участием, или, как сказать, под его, я не знаю, как сказать, сделанные под его руководством. Оригинальное название «Притяжение 2. Россия, 2020 год». Из языков у нас, конечно же, опять русский и немецкий, в Мастер Аудио 5.1. 134 минуты, опять БД-50. Опять снова у нас здесь вот этот вот «Русфонд», «Россия», «Водород». Я не знаю, что это такое. Окей. Давайте будем опять сжимать техничку, потому что по-другому я не знаю, как и что. И вот такой вот у нас стилбук, ребятки. Красивый, наикрасивейший корабль. Я очень сильно надеюсь, что в фильме будет такое. А вот именно вот в таком роде последнее, что мне действительно понравилось, это был День независимости. То есть, Independence Day 95-го или 96-го года, или 97-го, по-моему, с Вилл Смитом, помните, да, Роланд Эмерих. Вторая часть, Independence Day, это ужас, ужаснейший просто. Так же, как и вообще последние фильмы от Роланда Эмериха, они были мусором, по моему мнению. То есть, вспомните 2012-й, фильм «Катастрофа», когда был шедевральный «The Day After Tomorrow», помните, да, «День после завтра». Шедевральный, по моему мнению. И потом он нам делает 2012-й. То есть, настолько непонятная муть, что вот именно вот в таких вот ситуациях я думаю, а может быть, Феденька, может быть, Феденька покажет мне, что такое настоящая фантастика. Потому что, ребята, уже я люблю фантастику, но её нигде нету. Американцы не снимают фантастику, потому что она не окупается. Сейчас кругом должны быть вот эти вот «Мстители», понимаете, Марвелы. На японцев была надежда, но у них фантастика, она такая, знаете, у них свой поджанр фантастики. То есть, мне не нравится такая фантастика, которую нам показывают японцы. А вот именно вот такая фантастика, вот как американцы раньше делали, вот такой очень-очень мало стало, ребята. И вот именно из-за этого я просто очень-очень большие надежды у меня хотя бы на эти фильмы. Красивый, очень красивый. Я не знаю, вот этот вот стилбук. Посмотрите, здесь такое лицо офигенное. Прямо, ну, красиво, классно, прям охота, знаете, вот так вот взять пальцем и вот эти вот по воде пошебрушать. Ну, понимаете, о чём я. Круто. Опа. Да, у нас здесь дисочек, просто неповторимый диск. Ребята, я не знаю, с чем это связано. Я не знаю, кто отвечает за иллюстрирование вот этих дисков. Но каждый диск, который я сегодня открывал, они все как на подбор. Очень красивый. Я не знаю, вы вспомните, когда мы открываем фильмы, например, американские. Ну, там каждый второй выполнен просто ужасно. Здесь очень красиво. Вот эта звезда, смотрите, классная. На каком-то... То ли там... А, я думал, это люди. Нет, это какой-то, я не знаю, то ли катедраль, то ли что, я не знаю. Очень красиво. Давайте взглянем также ещё на стилбук. Внутри. Круто. И вот так. Очень надеюсь, что меня сегодня не подведёт свет, освечивание. Я думаю, лучше надо было окно прикрывать, потому что я вижу, что камера начинает темнить, когда сильно много света. Но да ладно, ребятки, да ладно, ничего, как говорится, страшного. И вот этим самым у меня две, все две части вот этого самого притяжения. Притяжение один, притяжение два. Когда всё под один, смотрится, конечно, ребята, даже вот серьёзно скажу, знаете, вы знаете, как я к стилбукам отношусь. Но вот когда два одинаковых фильма в одном формате, так сказать, выглядит, выглядит красиво. Да, здесь, конечно, ничего не скажешь. Но вот так вот пару раз поделать, и здесь будут царапины. Вы не думаете, что я так специально делаю? Нет, ребята, просто стандартные версии, если мне фильм понравится, будут покупаться 100%. Потому что стилбуки мне нафиг не нужны. Я вообще хочу все мои коллекции стилбуков перекупить в стандартном издании. И, слава богу, они сейчас имеются, и за маленькие деньги. Например, вы видели в прошлом видео, в прошлом закупе в фильмах, у меня было на заднем плане и Терминатор 2, и Терминатор 3, и Терминатор 4, вот это всё. Я хочу всё перекупить в стандартных изданиях. От стилбуков, я не знаю, или подарить кому-то, или просто избавиться. Потому что я не хочу их держать в коллекции. 2016 год, и фильмец под названием «Мафия. Игра на выживание» или «Сурвайвл Гейм». И опять у нас 3D, и опять у нас стилбук. Такое ощущение, что, ребята, сейчас, конечно же, не поймите неправильно, это всего лишь навсего шутка. Но такое ощущение, что вот эти вот русские фильмы, которые сейчас у нас выходят, они ещё где-то 10 лет назад застряли. То есть, это сейчас, опять же, я всё любя, друзья, говорю. Потому что, ну, вы понимаете, о чём я. То есть, кто у нас сейчас смотрит 3D? Да, фильм 2016 года, но он вышел на Blu-ray, по-моему, через два года спустя, наверное, в 2018. Тогда уже не было 3D, понимаете? А оно здесь у нас до сих пор есть. Ну да ладно. Интересно, я тут полосанул или не полосанул стилбук? Ну-ка, давайте посмотрим. Полосанул, да ещё как красиво полосанул. Смотрите. Видите, да? Это вот я сейчас ножом. Очень-очень легко провёл. То есть, вообще легко провёл. А вы посмотрите, оно царапается, как не знаю что. Видите, да? То есть, вообще, царапины сразу видны невооружённым глазом. О, прикольно, это была наклеечка. Так, давайте будем открывать. Так, будем открывать. Обязательно, конечно же, повторяюсь, как только стандартные версии придут, а не придут, ребята, поверьте мне, будет всё перекуплено. Потому что вот эти стилбуки вот с такими вот нюансами, ну, они мне нафиг не нужны. Так. Да, давайте сначала посмотрим, что это такое хардкор. Что-то знакомое. И раз мне его показывают здесь, то, скорее всего, это опять русский фильм. Ребята, если кто-то знает, что такое хардкор, скажите мне, пожалуйста, это русский фильм или нет. Здесь написано с 2016 года в лимитирном стилбуке. Значит, уже давным-давно прошло. И все слова я беру обратно, ребята. Этот фильм вышел в 2016 году. Потому что нам здесь рекламируют именно 2016 год. И опять, и опять, ребята, вы посмотрите, какая красота. Да, вообще, о чём фильм? Фильм, я не знаю, почему называется «Мафия», но в недалёком будущем, может, и в далёком будущем, людям надоело всё, что показывают в телевизоре. И телевидение решается на новый, знаете, на новый шаг. И они берут 11 человек, по-моему, и дают им играть в какую-то игру, я не знаю. И если вы проигрываете в игре, вы умираете в реальной жизни. Интересно, кто-нибудь из 11 человек дойдёт до финала? Не знаю, посмотрим. Прикольно. Опять же, по-моему, трейлер я смотрел. И опять, что я могу отметить, очень красивые спецэффекты. Может быть, конечно, я не... Я уверен, может быть, даже, что в трейлерах нам показывают только самое-самое. Может быть, но да ладно. Оригинальное название. Мафия, Россия, 2016 год. Опять у нас немецкий и русский. ДТС-ХД Мастер Аудио. 91 минута. Очень мало фильм идёт. И БД-50, как вы видите. Окей. Опять мы... Кстати, очень красивый вот этот город. Вы посмотрите. Нифига себе, красота какая. Класс. Так, давайте будем закрывать. Не закрывать, а мять. Потому что техничка нам нужна обязательно. И... Да, кстати. Во, во, ребята, я вспомнил. Техничка. То есть, нет технических характеристик на стилбуках. Это меня бесит. Я люблю, когда я вижу, сколько фильм идёт, формат экрана, какие звуки в фильме. То есть, какой формат голосовых дорожек. Вы понимаете, да, о чём я? А вот на стилбуках такого нигде нет. И вот это меня бесит, ребятки. Стандартные версии буду 100% перепокупать. И, насколько я знаю, здесь также у нас две версии. То есть, у нас одна версия в 2D и одна в 3D. Посмотрите, значок 3D. Я его не видел уже миллион лет. А он... А он жив. То есть, он был жив. Сейчас-то уже, конечно, нет. И... Ооо! Вот это красота! Вы не представляете. Очень красивый стилбук. То есть, не сам стилбук, нет. А вот именно арт. Очень красивый. Класс. Так. И здесь я поднапрёкся. Почему один диск? Неужели на одном диске и 3D, и 2D версия? Так, что у нас здесь? Это... Лоуренс Фишборн, по-моему. Caplight Pictures. Это опять рекламки от Caplight. Ну, прикольно. Кстати, ни одного не видел. А, нет, вот этот видел, по-моему. А может, я что-то ошибаюсь. Не знаю. И, да, у нас... У нас только один диск, ребята. Кстати, вот так вот выглядит арт. Вот так вот выглядит дисочек. И, да. Здесь вот написано. Инклюзив еще 2D фасонг. То есть, скорее всего, вот на этом диске, так как в фильме 91 минута, как я уже сразу заметил вот здесь, вот на техничке, вот на этой, 91 минута. Это мало. Это очень мало. Два раза по 90, 180. Вы знаете, на Blu-ray может упаковываться в хорошем качестве. То есть, вообще без всего. До 4 часов видео. И, скорее всего, да. Здесь 2 версии на одном диске. Ну, окей. Это круто. Будем смотреть, что за мафия. Меня вообще иритирует слово мафия. То есть, вы знаете, когда произносится слово мафия, сразу у тебя ассоциация с такими, я не знаю, Дон Корлеон и вот это все. Там, крестный отец, Роберт Де Ниро с «Однажды в Америке». Вот это все. А здесь почему-то игра на выживание и мафия. Ну, окей. Будем смотреть. 2020 год. Фильм под названием «Спутник». И вот этот фильм я очень-очень долго хотел посмотреть. Как только я узнал, что он вообще снимается, не снимается, а что он вот-вот уже скоро выйдет, и мне очень охота было, как я уже и сказал, его посмотреть. Опять же, фантастика. И 83 год, по-моему. И падает шлюпка, или как ее назвать, вот этот вот... Ну, вы понимаете, вот эта штука... То есть, космонавты летят назад с космоса домой, они терпят крушение, как-то принято над водами Атлантического океана, и оказывается, что один из них, или на одном из них, а может быть, там и всего один человек приземлился, находится или в нем, или на нем какой-то паразит, какое-то существо. И, ребята, судя по всему, я уже прекрасно понимаю, во что все это выглядит. И я очень-очень, я не знаю, держу большие надежды на этот фильм. Я обожаю такую тему. И, кстати, последнее из последнего, что я видел, я не знаю, как, к сожалению, он называется по-русски, но он... Фильм Life. По-моему, живое называется фильм. Очень сильно хочу вам порекомендовать. Он стал одним из моих любимыхших фильмов. Какая там атмосфера обалденная. Так вот. Кстати, кто снимал? По-моему, тоже Федор Феденька. Может быть такое? Мне кажется, Феденька снимал. А может и нет. Сейчас глянем. Кстати, вот эту вот девчонку я знаю отлично. Она, по-моему, раньше снималась, когда еще малая была. Сейчас уже здоровая деваха такая. Так. Режиссер. Режиссер Егор Абраменко. Нет, здесь даже, смотрите, здесь не Бондарчук. Это круто. И мне все нравится. Ребятки, все, что я вижу на кавере, мне все нравится. Вы посмотрите на эти, на эти монстры, на вот это все. Класс. Итак, оригинальное название Спутник 2020 год. Языки, конечно же, русский, конечно же, немецкий. БД-50, 113 минут. Класс. И, как нам пишут, или пишут на кавере, у нас здесь есть переворачивающийся арт, то есть, который мы можем перевернуть. И накатка, не могу сказать, что она прикольная, но что-то в ней есть такое, знаете, загадочное и меланхоличное. Прикольно. Но с вон теми накатками она, конечно, рядом не валялась. И вот, как вы видите, логу 16, мы хоп, и избавляемся от него. Сейчас пойдем по-быстрому, ребята, так как здесь не стилбук, и нет вот этого всего, на что смотреть. Будем сейчас по-быстренькому. Вы посмотрите, вот это теперь красота, да, без логу. Вот это теперь красота. Спутник 2020 год, ребятки. глянем. 2019 год, и, друзья, фильм под названием «Аванпост». Про него я очень много был наслышан, и только негатив. Ребята, советую прямо сейчас поставить видео на паузу, и посмотреть трейлер этого фильма. И трейлер, кто тот человек, кто делал трейлер, он зарабатывает свои деньги, и я бы ему заплатил еще гонорар на два года вперед его работы. То есть трейлер сделан так круто, что только когда вы начинаете смотреть трейлер, вы погружаетесь вот в эту сай-фай, вот эту фантастическую атмосферу, и вам уже сразу охота прекращать смотреть трейлер, а искать каким-то образом вот этот фильм. Может быть, шляпа полная, ребята, я этого не исключаю, но я хочу все-таки его посмотреть. Каким-то образом какая-то аномалия полностью на всем земном шаре берет и выключает свет, то есть энергии больше нет, и каким-то образом чуть ли не все, все живые человеков, то есть человечество, у нас что-то то ли летит, то ли кто-то где-то ремонт делает, не знаю, извините за вот эти вот шумы на заднем плане. Так вот, а оказывается, что почти все люди вымирают, но только один, как фильм называется, аванпост, какая-то вот эта вот, я не знаю, пару чувачков остаются в живых, и вот они давай смотреть, что да как. Мне очень интересное начало, как говорится, не начало, вот эта затравочка, вы только посмотрите, ну, я не знаю, ну, красиво, очень красиво, и вот сейчас, да, я вижу, что никогда больше такой ошибки делать не буду, буду всегда закрывать окно, потому что все отражается, что только можно, и вы посмотрите, какие здесь страшные слова написаны, эм, российский ответ, эм, российский ответ на Blade Runner 2049, то есть бегущий по лезвию бритвы, и Resident Evil, но Resident Evil могли бы сюда не брать, потому что как только я вижу Resident Evil, меня сразу бросает в дрожь, не поймите неправильно фэны, но по моему мнению, Resident Evil ни одной части нет, которая была бы хорошая, так же, как и The Fast and Furious, форсаж, ни одной, кроме первой, нет части хорошей, так же, как и такси, все беспонтовые, кроме первой, то есть вы понимаете, да, о чем я, так, эм, ух ты, прикольно, здесь вот так написано, смотрите, ну окей, и ух, вы посмотрите, и кстати, опа, то ли это калаши модернизированные, смотрите, с коллиматорами, ох ты, круто, слушайте, я хочу уже, прямо сейчас взять и смотреть этот фильм, да, вот вы посмотрите, ну графика, я не знаю, мое почтение, ребятки, а кто режиссер, если мы его найдем, эм, так, режиссер, эм, скринплей, режиссер Егор Баранов, ну, Гоша Молоченко, Молоченко, я надеюсь, ты не как Гоша Куценко, ты знаешь свое дело, языки русский, немецкий, и кстати, смотрите, субтитры нам дают здесь, немецкий и нидерландский, то есть нидерланды, почему бы, не знаю, 154 минуты, sci-fi action, ребятки, 154 минуты, и насколько я знаю, это не стандартная версия, а максимальная версия, как ее назвать еще, не знаю, так, ну, прям вы посмотрите, класс, просто класс, так, что у нас здесь, у нас здесь, опять же, какие-то, какая-то рекламка, которая, во, ребята, он уже вышел, он уже вышел, слава богу, что я опять на него наткнулся, так как вы знаете, я собираю все фильмы с Мел Гибсоном, и он уже вышел, и вот этот фильм у нас скоро обязательно будет, очень-очень хочу его посмотреть, класс, так вот, вернемся к этому фильму, у нас опять Вендекава, то есть мы можем перевернуть кава, и у нас кавер, или, как хотите, обложку переднюю, и у нас опять обложечка без logo 16, вы посмотрите, какая красотечка становится, это же просто вообще, так, здесь мне нравится, один миллиметр, все должно быть, по фэншую, во, любо-дорого, ребятки, класс, аванпост, очень интересно, и ребята, вы знаете, я начал каким-то образом, более-менее, с фильма про войну, потом пошли о фантастика, и сейчас опять мы возвращаемся к военным фильмам, и 2018 год, фильмец под названием, Т-34, дуэль, мне нравится все в этом диске, вот именно в диске, то есть мне нравится кавер-арт, мне нравятся скриншоты, все, все просто-напросто, знаете, вот так вот говорит мне, Серега, посмотри меня, посмотри меня, прям сейчас, и я это буду делать, ребятки, короче, военное время, вот этот человек попадает, по-моему, куда-то в плен к фашистам, или что, и там оказывается, что вот этот Вася, или вот этот немец непонятный, он там что-то от него хочет, а он оказывается каким-то супер-крутым, я не знаю, пилотом, который может маневрировать на этих танках, и все вот это, они где-то находят, он у них в плену у немцев, они где-то находят Т-34, начинают его модернизировать там что-то, и этот говорит, ты слушай, ты очень крутой чувак, давай меня учи, как водить эти танки, он его учит, но у этого, конечно же, свой план, чтобы на этом танке выбраться из плена, очень интригующая история, я хочу посмотреть на это на все, и вы посмотрите здесь, какие надписи, смотрите, как The Fast and Furious, то есть как форсаж, но только с танками, я не знаю, что от этого ждать, может шляпа полная, а может окажется, я не знаю, моим любимым фильмом, ребятки, будем смотреть, ну вот это вообще, в лучших традициях, как его звать-то, от заката до рассвета, карантин, карантин, ребята, Квентин Карантино, Квентин Тарантино, кругом этот карантин, и он просто, знаете, на языке вертится, короче, как в лучших традициях, Квентина Тарантино, вот этот вот, кавер-арт, и вот, класс, очень, очень, знаете, колоритный немчик, хотя на немца вообще не похож, если вы меня спросите, то есть я сразу вижу, что это русский человек, и судя по всему, он будет говорить или с акцентом, или не на своем языке, то есть его будут синхронизировать, и вот здесь вот такой Леша Попович, который, знаете, ух, готов прям идти и побеждать, круто, и вы посмотрите, какие здесь слова, Хоксоу Рич, Гетто Гринго, то есть вы знаете, да, что тот, что тот, фильмы с Мэл Гибсонами были, класс, буду смотреть, буду с удовольствием смотреть, так, немецкий и русский опять у нас 139 минуты, красота, 139 минут, ребятки, и биты, да, здесь написано, можно перевернуть кавер, это круто, будет вот это лого у нас убрано на другую сторону, класс, опять, дисочек, мое почтение, диски оформлены, я не знаю, кто отвечает за оформление русских фильмов, класс, очень красиво, так, опа, во, вот теперь вы можете насладиться кавер-артом, вот так, как его задумывали разработчики, без всякой логу, что фильм с 12 лет, и все вот это вот, короче, класс, и, конечно же, вот этот танк выглядит просто зашибенно, ох, Т-34, ребята, Т-34, легендарная техника, 2010 год, режиссер Александр Кот, фильмец под названием Брестская крепость, ребятки, насколько я знаю, сейчас сразу, знаете, вам сначала хочу сказать такую тему, что вроде бы, я не уверен, но вроде бы, насколько я знаю, их, фильмов про Брестскую крепость, всего два, один очень старый, и один вот этот вот, все, он считается новым, 2010 год, хотя это тоже уже старый, но вы понимаете, о чем я, вроде бы, есть еще одна Брестская крепость, и, по-моему, он в 90-х годах был снят, и вот тот считается культом, хотя, может быть, поправьте меня, если я что-то неправильное сказал, в любом случае, у нас есть только вот эта Брестская крепость, больше другой никакой нету, и здесь, да, ребята, в принципе, как вы знаете, как это и было по-настоящему, насколько я знаю, здесь производят налет на Брестскую крепость, люди спят, и их начинают бомбардировать, что ли, какая-то, я не знаю, горстка людей просыпается, вот эти вот солдаты начинают назад стрелять, короче, ну вы понимаете, я не сильно историк, так что, и не сильно вникал вот в это во все, знаете, в описании фильма, то есть я знаю, то есть я знаю, что я его посмотрю, и этим самым я сам себе всю вот эту вот историю расскажу вам, ну, ребятки, если уж сильно заинтересует, сами почитайте где-нибудь, мне хватает, что была по-настоящему такая Брестская крепость, и там что-то, какая-то заварушка была, мне этого вполне хватает, так что, будем глядеть, и, ребята, опять, вы посмотрите, вы посмотрите, как красиво снят, я не знаю, вроде бы, если мне не изменяет память, вот этот Александр Кот еще что-то снимал, и какой-то порожняк оказался, по-моему, хотя я не буду сейчас утверждать, но вот что я вижу здесь, мне очень нравится, все так аутентично и красиво, и, кстати, смотрите, здесь написано, что вот этот фильм завоевал, я не знаю где, а, а, ага, короче, он завоевал в категории лучший фильм, Auszeichnung, то есть приз, или победу, как сказать, лучший фильм и лучший режиссер, посмотрим, посмотрим, кстати, за лучшие костюмы и лучший, не саундтрек, а за лучший звук, будем смотреть, что это такое, много, очень много номинаций, и даже выиграл некоторые из них, будем смотреть, опять же, смотрите, белорус фильм, русский, немецкий, DTS, DTS, HD, Master Audio, военный фильм, AVC, 136 минут, что я вот так вот сейчас могу сразу посмотреть, вот на эти вот, на все фильмы, русские делают очень продолжительные фильмы, то есть каждый, почти, я не знаю, первый или второй фильм, он идет больше двух часов, сегодня вот мы столкнулись только с одним фильмом, мафия вот этот, он идет 91 минуту, остальные все более двух часов идут, это круто, я люблю такое, так, у нас конечно же элиточка, и элиточка у нас 14-миллиметровая, ну да ладно, DTS'очек, ура, ух, не дай бог, ребятки, и здесь что у нас, давайте сначала глянем, это что, ух ты, новая земля, ребятки, это что такое, это что такое, я не знаю, такой фильм, ничего себе здесь, ничего себе, я обожаю вот такие вот всякие, знаете, фильмы, о, кстати, вот этот у меня есть, это, кстати, по-моему, по-моему, турецкий фильм, очень тоже красиво снят, круто, ну окей, это мне не надо, вы знаете, я избавляюсь от всего, что не относится к фильму, переворачиваем арт, аккуратненько, все, должно быть по феншую, да, во, и вот теперь, перед нами опять же, арт, так как он задумывался разработчиками, красота, буду смотреть, ребятки, буду смотреть, что такое Брестская крепость 2010 года, 2020 год, фильмец Калашников, или АК-47, и, в принципе, как и название, то есть, название говорит само за себя, да, это фильм, нам, этот фильм нам рассказывает, как, в принципе, появился, вот этот вот легендарный ствол, АК-47, больше, я ничего вам не могу про это сказать, кстати, тип очень какого-то напоминает, голливудского актера, не могу сказать вам точно какого, здесь можем даже не задерживаться, потому что мне нечем, нечего вообще вам рассказать про этот фильм, даже если бы я что-то знал, но, в принципе, как я вам сказал, просто рассказывается история создания, вот этого легендарного оружия, может быть, клюква, может быть, просто будет зашкаливать патриотизм, и все такое, ребятки, просто интересно глянут, что это такое, итак, оригинальное название, калашников, Россия 2020, тон, то есть, языки у нас, конечно же, русский, немецкий, фильмец идет 105 минут, БД 50, только похвалил русские фильмы, за долгую продолжительность, и у нас тут хлоп, 105 минут, но да ладно, да, ребята, будем смотреть, в принципе, такая же накаточка, как и на кавери, и, слава богу, все каверы, можно переворачивать, это круто, они прекрасно понимают, вот эти вот создатели, вот этих блюрей дисков, они прекрасно понимают, что коллекционеры, они терпеть не могут, вот эту плямбу, и в фильмах у нас, вы знаете, процентов 85-90, вы можете перевернуть арт, но на играх, к сожалению, не всегда это удается, и вот теперь он там, пусть лежит, а у нас, хоп, вот такая вот красотенечка, ребятки, АК, 47 калашников, интересно, может быть, получится так, что все фильмы, которые я вам показываю, вы уже смотрели, и вы скажете, шняга, все может быть, ребятки, я с ними, с этими фильмами, хочу только ознакомиться, 2015 год, фильмец Единичка, да, очень интересное название, как-то слышится неприкольно, да, но вот так вот, Единичка, или по-немецки называется батальон номер 1, Остврон 44-го года, и судя по всему, это перепак, это страшный и ужасный перепак, не знаю, почему его перепаковали, может быть, его продали, и люди принесли его назад, и сказали, вы что такое продаете, не смейте, не смейте продавать такое, это ужасно, но да ладно, короче, 44-й год, солдаты маршируют, я не знаю, уже чуть ли не на Берлин, сметая все на своем пути, и солдатам вот этим, вот этой группой, дают просто какое-то рутинное задание, завоевать или охранять, или охранять на какое-то протяжение времени, мост там какой-то, они идут к этому мосту, и это оказывается, намного сложнее оказалась, вот эта задача, чем все, что они видели до этого момента, потом еще они встречаются с какими-то, в какой-то церкви, с какими-то толпой детей, которые немые, нужно их защищать, и начинается, вы понимаете, заварушка, а немцы все наступают, наступают, и они тут, пара человек, должны отбиваться от всех, буду смотреть, это вам, конечно, все приукрашиваю, по-быстрому все говорю, вот это вот, чтобы вам просто было немножко понятно, о чем вообще идет речь в этом фильме, невероятно красивая обложка, я не знаю, кто занимается обложками, и к фильмам, вот этим вот, и к созданиям накаток на диски, на вот эти блюрей диски, но сделано все, ну вы посмотрите, ну красивее, чем некоторые голливудские фильмы в несколько раз, то есть цвета подобраны, обалденно, я прям в шоке, да, вот здесь вот у нас, ух, вы посмотрите, танком чуть ли сейчас не за этого, ух, наедет, по-моему, или танк стоит, он просто вот этот фашист стреляет из-под низа, круто, взрывы, опять, вах, круто, круто, итак, языки у нас российский, немецкий, конечно же, 105 минут, режиссер Кирилл Белевич, без понятия, кто это такой, и что он до этого снимал, батальон номер один, почему перепак, все отлично, то есть вообще никаких нареканий, понимаете, несколько раз были перепаки, и да, вот это мне не нравится, ребятки, и скажу вам честно, мне сейчас лень вставать и бежать за подкассетником, сделаю после видео, сделаю после видео, но я вижу вот эти вот волны, видите, да, почему перепак, без понятия, то есть мы видим, здесь, слава богу, здесь все отлично, то есть нулевенькая, аккуратненькая, аккуратненький этот, арт, если арт когда поврежден, то все, тогда меня никакая сила не остановит, ребятки, а так подкассетники пусть зажуханные будут, хоть зажуханные, пережуханные, у меня, как вы знаете, всегда есть, чем их заменить, и вот опять, красота, да, единичка, глянем, что это такое, 2019 год, фильмец под названием Спасти Ленинград, или Флюхтаус Ленинград, как он называется по-немецки, и опять, посмотрите трейлер, ребята, как вы только увидите трейлер, вы поймете вообще, все мое восхищение, вот этого фильма, очень красиво снят, кучка людей, отправляется на каком-то, вот этом вот, я не знаю, лайнер, или как это сказать, на каком-то корабле, их там более тысячи штук, по-моему, этих человек, направляются куда-то, в сторону, я, короче, не знаю вот этого всего, этот катер попадает, в какой-то шторм, в какую-то передрягу, им и так все плохо, а потом еще и немецкие тут, знаете, эти фашисты, самолеты, давай его бомбардировать, короче, очень не поздоровилась вот этому всему, и судя по всему, да, как я уже и сказал, Базирент оф Варен Райгнесом, то есть, фильм снят по настоящим Райгнесом, ребятки, то есть, говорится о том, что это было, или хотя бы примерно такое было, то есть, это страшно себе, конечно, вот это все представить, друзья, но окей, и вот, да, смотрите, вот такая вот тема, вот здесь, вон, полностью корабль, я не знаю, как какой-то тазик, набит как килькой, вот этими вот людьми, мало того, что там шторм, и там еще и самолеты, по-моему, это фашистские самолеты, если я не ошибаюсь, да, ребята, по-моему, будем смотреть, так, оригинальное название у нас, Спасти Ленинград, Россия 2019 год, языки, мастер аудио, российский, немецкий, 102 минуты, BD50 формат, класс, ух, ну, вот эти вот, опять, ребята, вы гляньте на эту красоту, как красиво оформлено, оформлено, все, вы только гляньте, это, это что-то, так, здесь у нас опять то же самое, что мы уже видели, уходит, опять, переворачиваем арт, ух, прям в таких теплых тонах сделан, видите, да, красиво, очень красиво, класс, но жалко идет не так долго, как хотелось бы, но да ладно, но да ладно, хоп, пожалуйста, вот это диск, да, вот это диск, спасти Ленинград, ребята, 2016 год, 28 панфиловцев, да, ребята, наконец-то я его взял, и насколько я знаю, это очень хороший фильм, потому что он прогремел, как, как бомба над Хиросимой, извиняюсь за такое сравнение, то есть, насколько я знаю, он снят аутентично, он использован, было использовано при съемках, настоящая или чуть ли не настоящая техника, обалденные спецэффекты, все круто и снят, по-моему, на деньги народа, то есть, каким-то образом, здесь не стоял какой-то продюсер, над душами вот этих режиссеров, а их, по-моему, здесь два, насколько я знаю, короче, очень все круто, и да, 28 панфиловцев, или 28 солдатов, как он называется в немецкой версии, да, это история о том, как 28 человек победили всю дивизию танковскую немецкую, опять же, клюква, опять же, героизм, патриотизм, и все такое, ребята, по барабану вообще, я хочу посмотреть на обалденные эффекты, и так, War Thunder бонус эксклюзив, я не знаю, что за War Thunder, что он здесь делает, по-моему, каким-то образом, War Thunder связан еще с этим фильмом, по-моему, там что-то такое было, то ли финансирование какое-то, то ли еще что, но я в те подробности не вникал, и вот вы посмотрите, какая все-таки красотенечка, вообще, особенно вот этот скрин мне нравится, смотрите, очень аутентично сделанный, класс, так, российский, немецкий язык у нас, 121 минута, и режиссер у нас, Клим Дружинин, и Андрей Шалопа, как я и сказал, да, их два, их двое, давно мечтал, вот из всех, из всех фильмов, я про эти некоторые даже и не знал вообще, про этот я знал, но и мечтал его посмотреть, но все как-то руки не доходили, теперь, наконец-то, ребятки, наконец-то я это сделаю, опять у нас, арт, который можно перевернуть, который очень красивый, так, так, во, 28 панфилотцев, ребятки, посмотрим, 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 сколько военных фильмов, обалдеть, 2014 год, фильмец под названием Левиафан, обалденный арт, я вижу арт, и меня сразу начинает всего трясти, с удовольствием хочу глянуть этот фильм, красивые места, судя по трейлеру, снят, действительно, где-то, я не знаю, где-то, на севере в России, без понятия, или в северной России, я не знаю, как это правильно сказать, короче, живет какая-то семейка, далеко-далеко, в глуши, где-то на окраине, я не знаю, и живет своей жизнью, и в какой-то непрекрасный момент, приезжает какой-то бюргомастер, и хочет отобрать у них, всю их, вот эту землю, посмотрим, очень много каких-то здесь, я не знаю, наименований, вы посмотрите, лучший, лучший сценарий, короче, какая-то золотая глоба, я прям не знаю, что от этого фильма ожидать, если честно, и почему называется Левиафан, и почему здесь вот этот скелет, какого-то Китая, или что это, без понятия, режиссер Андрей Зивагинцев, очень прикольно, и вот это, вы посмотрите, это лучшее, в лучших традициях, крутых таких драм, знаете, таких меланхоличных, безысходных, красота, продукты, ребята, магазин с продуктами, вот это глушь, прикиньте, да, обалдеть, так, драма Россия 2014 год, 142 минуты, языки русский, немецкий, конечно же, и вот это все, 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 круто, переворачивающийся арт, это круто, обалденная опять накадочка, просто вообще, я не знаю, ну, круто, а, кстати, смотрите, смотрите, здесь-то ладно, а вот здесь я хотел сказать, а почему рыба не отражается в воде, а она вроде бы чуть-чуть отражается, чуть-чуть, а, тогда окей, ладно, хотел прикопаться, но ничего страшного, класс, вы знаете, я обожаю драмы, я, я обожаю все фильмы, но, конечно же, драмы вот такие, как «Зеленая миля», например, «Побег из Шаушенка», вот такое, вот такое я обожаю, вы знаете, «Терминал» с Тоном Хэнксом, ух, что ж такое-то сегодня со светом-то, и он не туда вообще, вот так, куда он фокусируется? Он фокусируется, да, он фокусируется на те, на те фильмы, но да ладно, короче, надеюсь, вы, ребята, видели, что я вам здесь показал, а то, может быть, сейчас все видео будет опять, знаете, такое мутное, но, окей, так что «Левиафан». Итак, ребята, мы посмотрели сегодня на 14 фильмов, и сейчас по-быстренькому опять их резюмируем. Сегодня у нас был «Левиафан», «28 панфиловцев», «Спасти Ленинград», что-то прикольное, «Единичка», прикольное название, не знаю, глянем, «Калашников» или «АК-47», «Брестская крепость», «Т-34 дуэль», очень большие надежды у меня на этот фильм, фильмец «Аванпост», «Фантастика», «Спутник», как он называется, «Мафия, игра на выживание», по-моему, да, «Мафия, игра на выживание», «Две части фильма под названием «Притяжение», «Кома» и «Культ. Иди и смотри». Вот столько фильмецов у нас сегодня было, ребятки. Да, сейчас все упадет, и будет очень-очень-очень-очень беспонтово. Ребята, большое спасибо, что вы были со мной. Да, извиняюсь, что я сегодня какой-то был не такой, просто опять повторюсь, я встал только что и думаю, так надо видео сделать, чтобы уже начать смотреть фильмы, потому что сейчас у меня, знаете, такой последний, последние полторы-две недели, такой эпизод, я только смотрю фильмы, то есть я хочу пассивного развлечения, я хочу развлечься на диване, и чтобы от меня ничего не требовалось, знаете, чтобы я просто тупо смотрел в экран, не нажимая кнопки, потому что, вы знаете, в играх нужно полное присутствие вашего, я не знаю, ну, вашего всего в игре. Вы понимаете, о чем я, ребята, повторюсь, я сегодня притормаживаю, потому что только что встал. Окей, ребятки, короче, большое вам спасибо за вот это все, и, кстати, я не знаю, зачем я эти фильмы еще сюда поклал, но я вам просто хотел еще, также, знаете, в конце показать, что это, в принципе, не все русские фильмы из моей коллекции. У меня, например, те фильмы, которые были именно вот сейчас под рукой в доступе, например, у нас еще есть вот такой фильм под названием «Спасти Севастополь», по-моему, по-моему, называется. Помните, да, такой? Также у меня в коллекции есть. Я посмотрел, вполне себе, вполне себе смотрибельный. Также есть еще вот такой фильм «Мстители», я его до сих пор еще не смотрел, но все говорят, это лажа полная, и я прям что-то как-то, знаете, как-то что-то не очень. Фантастика, Гагарин, хотя какая тут фантастика, это по настоящим, я не знаю, событиям. Во всех этих фильмах, конечно же, также есть русский язык. Также фильмец обалденный «Салют 7», красота, вообще, также все, все с русскими языками. «Время первых», по-моему, по-моему, называется, тоже обалденная фантастика, мне понравилось. И вот этот чувачок с «Ночного» и «Дневного дозора», вы помните, я, к сожалению, не помню, как его звать. Еще к этому можно, я не знаю, прибавить вот такие фильмы, как, например, «Седьмой сын», тоже от русского, по-моему, режиссера, Сергей Бодров, и такой фильм «Монгол». Просто вам показать, что русских фильмов дофига. Я не всегда их покупаю, потому что, например, как я уже и сказал, если смотрю пять фильмов, то только два из них мне действительно понравятся. Остальные три, знаете, так себе проходят. И про них просто забываешь. Ребята, большое спасибо, что вы были со мной. Через неделю, может быть, максимально через две будет закуп игр, потому что игры уже лежат и ждут своей распаковки. Но вы знаете, там нужно время, чтобы записывать геймплей. Большое всем спасибо, всех благ, чао. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова